Президент Польши пообещал витировать два из трех скандальных законопроектов о судебной системе. Из-за этих документов в стране неделю не утихают протесты. Демонстрации перекинулись на десятки европейских городов. О чем речь, расскажет Елена Абрамович. Вот так выглядела Варшава в воскресенье вечером. Центральная площадь и прилегающие улицы заполнены людьми. На сцене оппозиционные политики и редакторы влиятельных изданий. Демонстрации продолжались неделю, а в выходные вышли за пределы Польши. Охватив Берлин, Брюссель, Париж, Рим, Вену и десяток других европейских городов. Хотелось бы, чтобы эти митинги закончились мирно. Так же, как когда-то мы получили независимость с движением «Солидарность». Надеюсь, ничего трагического не произойдет. К сожалению, мы не можем рассчитывать на президента. Поэтому будем надеяться, что судьи не сдадут свои позиции. Президент сделал заявление сегодня утром. Андрей Дуда объявил, консультировался в выходные с юристами и в конце концов решил витировать два из трех скандальных законопроектов. Жаль, что для меня не сделали презентацию законопроекта о Верховном суде. Я не мог проконсультироваться и проанализировать его раньше, как и большинство заинтересованных учреждений. Таким образом, я решил витировать закон о Верховном суде и Национальном совете судей. Эти законопроекты подчиняли Верховный суд министру юстиции, который также является генпрокурором. Дуда согласился, на такие изменения идти нельзя. И фактически впервые действовал вразрез с политикой правящей партии. Решение принял после того, как Еврокомиссия пригрозила санкциями, а Берлин – изоляцией в Евросоюзе. Брюссель на обещания Анжея Дуды пока не отреагировал. В Еврокомиссии сообщили, детально обсудят польский вопрос в среду. Тогда и решат, стоит ли наказывать Варшаву и лишать ее права голоса в ЕС. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.